В продолжении вновь приветствую всех на своем канале. Давно никак у меня не получается снять видео, но очень хочется. То у меня ребенок на каникулах дома постоянно находится. Нет такого времени, чтобы я была предоставлена сама себе и только вам. Поэтому с огромным удовольствием хочется пообщаться с большим желанием. Сама теперь записалась на гимнастику. Утром отвожу дочку в школу. Сама иду на гимнастику. Час идет гимнастика. Потом 2 часа до школы. До дому я уже дойти не успеваю. Для того, чтобы снять видео, либо позаниматься своими какими-то делами. Такой пока у меня период. Но решила заняться немного собой, так как веду малоподвижный образ жизни. И очень много времени провожу в сидячем положении, в малоподвижном. Так как любая работа касаемо тем, чем я занимаюсь. Либо это сидение за компьютером, либо это обработка видео, либо это там что-то еще, либо какие-то игрушки в интернете. Если кто-то увлекается, меня поймут. Точно так же вязание, тоже сидячая работа, занятие любое с бисером. Тоже сидячая, если вышивки. Что, в общем, ничем не занимайся. В любом случае, это кроме того, что прибрать дома, даже стирать сейчас, в машинку забросила, уже опять это уже сидячая работа. Только если человек уже до такой степени, как себя держит в тонусе, что там еще дома занимается. Но у меня дома нет возможности заниматься, так как у нас места очень мало. Там ни руки, ни ноги в стороны не раздвинешь, чтобы позаниматься гимнастикой, там что-то как-то. Поэтому записалась в спортзал. Давно очень хотела, но у меня не удавалось. Сейчас очень сильно болит спина. Не могу уже даже спать спокойно. И поэтому решила позаниматься, походить. Думаю, что придаст мне немного сил, бодрости. И войду немного в правильное русло. К лету, так что ли сказать, себя немного поддержать. Единственное, страшит то, что сейчас кругом вирусы различные. Грипп уже пошел полным ходом. Не знаю некоторые, одну школу точно знаю, что одна школа у нас уже закрыта на карантин. Поэтому неизвестно, что грядет. У меня такое есть желание лечь на операцию. Очень хочется мне с вами как-то бы поделиться своим сокровенным. Так как у меня было две беременности. И обе, можно сказать, не особо удачные. Так как в первую беременность, в 8 месяцев беременности, у меня заболел живот. И я попала в больницу. Так как срок большой. Но вначале, так как по состоянию, попала я в хирургию. Срочным делом. В общем, я попала где-то после обеда, наверное, в больницу. Но уже к вечеру я лежала на операционном столе. Оказалось, что у меня аппендициты. В 8 месяцев беременности меня прооперировали. Я была как музейный экспонат в то время. Это у меня со старшей дочкой такие проблемы были. Мама очень потом переживала, что и как будет. Но тем более у меня так получилось, что как аппендицит вырезали. А тут он был уже как бы нагноенный какой-то, что вот флегмонозный. И после того, как наложили швы, там через 7 дней, что ли, швы снимают. И человека отпускают домой. Живот у меня растет. Боли у меня не исчезают. У меня постоянно болел живот. Болит и болит и болит. Я ночью не сплю. Сижу вот так вот, сидела по всей ночи, качалась. И через несколько там, через несколько суток после того, через сутки, наверное, вот как сняли швы, они меня перевели в гинекологию. У нас гинекология находится, вот хирургия на первом отделении, а гинекология на втором или на третьем, не помню уже, этаже. Так как говорят, вдруг заражают, в хирургии у них там нет возможности, поэтому меня перевели под наблюдение в гинекологию. Мама меня, конечно, как не придет, все теряла. Побегала за мной. Во-первых, для нее, конечно, великий стресс был то, что я попала под нож в такой период. И мало того, что... Конечно, жутко вспоминать это, но ладно. После того, как я попала в гинекологию, врачи, видимо, так подумали, посовещались там, и решили, что у них тоже нет таких условий, если начнутся, мало ли что, роды. Раз живот беспокоит, раз живот болит. И они меня направили в роддом. В чем попало? Отвезли меня в роддом. В роддоме я пролежала под капельницами. Ну как, раз в день ставили капельницу. Трое сутки, наверное. То есть, вот поставили капельницу, ну и все, в общем-то, на этом заканчивалось дело. Три дня я пролежала в роддоме. И к вечеру третьих суток мне стало как-то нехорошо. Меня заподтошнивало. После того, как я побежала через коридор, в принципе, там не так далеко было идти. Я побежала, что мне как бы кажется, что меня тошнит, меня рвет, что я кашляю. И в то же время я понимаю, что какой-то несоизмеримо такой вообще вот отвратительный запах. В чем дело, что-то я понять не могла. Рвать меня не вырвало, но я потихоньку пошла. Это у меня уже было 8 месяцев. Меня прооперировали. 7 дней прошло. Но это уже где-то почти 2 недели прошло после операции. Что ли там через 7 суток плюс 3 сутки. Где-то может быть так. В общем, 10 дней после операции я пошла потихонечку. Там у нас коридор, в общем-то, широкий. Я потихоньку от туалета продвигаюсь к своей постели. Все вокруг начали затыкать носы, так как девчата там лежали беременные на сохранении. И в одной части там лежали роженицы, а в другой еще на сохранении кто. В палате было человек 8. Палата очень большая. Я пришла, легла на свое место. И все повыскакивали из палаты. У меня, оказывается, разошелся шов после аппендицита. Видимо, там, раз операция была непростая, живот растет. Все, в общем, не очень хорошо. Срочным делом прибежал врач. Меня в какой-то фуфаечке, в сланцах отправили снова вот в гнойную. Уже, получается, в гнойную хирургию. Оперируют там на одном этаже. А здесь направили меня уже в гнойную. Вот гнойная была на первом этаже. Немного я спутала. Попала я в гнойную, в гнойную хирургию. Сразу на операционный стол. Ну, там, как бы, что, чистят, обрабатывают. Там рану. Попала я на этот стол. И у меня вот единственное было такое, что вот лежу и наблюдаю, что там вот столик для хирургов. Там написано, без колпака не подходить. Я только смотрю вот на ту надпись и на врача. А врач ходит возле меня. В общем, дело пошло так, что мне прочистили. У меня, оказывается, вот было какое-то нагноение, и пошел гной. Сделали мне какие-то там резиночки вставили. В общем, чистили меня. Не знаю, сколько времени. Я уже даже не знаю, сколько это было. Вот такая у меня история моей первой беременности. Вышла я уже, можно сказать, перед самыми родами, когда вышла и уже в роддом. Спасибо всем за внимание. Пересниму по новой. Продолжение следует...